Не вытекают споры вокруг строительства магазина Депо в Елгове, в районе Променада и Герцогского замка. Жители недовольны и собирают подписи. В ответ компания-застройщик представила свою картину. В теме разбирался Даниил Смирнов. На текущий момент елговские активисты собрали более двух тысяч подписей против строительства магазина Депо неподалеку от Елговского замка, творения Бартоломео Растрелли. Компания-инвестор и застройщик F10 Capital устроила сегодня пресс-брифинг в Латвийском союзе архитекторов, пытаясь доказать свою правоту. Начала с развенчания мифов, распространяемых в социальных сетях. Здесь белым цветом обозначено потенциальное место, где может находиться Депо. И еще раз хочу подчеркнуть, что магазин не будет располагаться здесь, напротив замка, и ни в коем случае не заслонить замок Растрелли и не помешает концертам Прата-Ветро. В F10 Capital подчеркивают, что здание расположится по диагонали и не испортит открыток с видом на замок. И вообще будет нетипичным для магазинов Депо, с красивым дизайном. Новому зданию Депо надо уважать главное доминирующее строение, которое есть в Елге, и это замок. Его архитектура не должна превосходить Герцогский замок. Объект уже должен был быть сдан в эксплуатацию в этом году и начать приносить прибыль. Однако этого до сих пор не происходит из-за споров с Елговской думой по внешнему виду строения. А теперь еще и из-за сопротивления общественности. Представители F10 Capital пожаловались, что компания несет убытки. Мы приобрели проект или участок уже с утвержденным в этой планировке. Это политика фонда. Мы не покупаем объекты, где есть риск именно детальной планировки или цель использования. Мы вкладываем уже проекты, где разрешения все уже подтверждены. Журналист Гайд из Грутупс, один из инициаторов сбора подписей против строительства Депо, тоже был на пресс-конференции. Он считает, что не получил внятных ответов. Нет четкой ясности, где будет находиться этот объект, какая его величина. Вскоре F10 Capital намерена представить обновленный проект магазина Депо Елговской строительной управе. Руководцы компании рассчитывают, что нового общественного обсуждения для утверждения проекта не понадобится.